здравствуйте друзья наша экскурсия по солнечному корнуэлу продолжается сегодня мы посетили посещаем школу стова так вот красиво и необычно для школ выглядит главное здание и окрестности школе учится около 500 учеников включая те кто проживает и местных детей расположена школа в бывшем помещении то есть кто-то здесь проживала семья давным-давно остальное попытаюсь вам показать время экскурсии школа выглядела направляемся в дом где проживают старшие студенты сексформеры то есть последний предпоследний год рады школьные на стенах как обычно как обычно в других школах работы самих учеников как видите дом примыкает самой школе на улице выходить не надо то есть причины я не пришел на уроки потому что падал дождь здесь наверно не понимается например комнаты таком она местная умывальник одна кровать шкаф наверху высокие потолки шкаф так высок но говорят это скорее исключение то есть в основном здесь комнаты в старших классах на двоих такой коридор несколько комнат здесь душевые душевые в коридоре здесь постирочные уже старшеклассники я прослушал этот момент но скорее всего уже сами делают свою сами занимаются своей стиркой кругом тематика такая океанская школа находится буквально там несколько минут их издает берега моря и эта часть англии считается такой меккой серферов ну такой в принципе размер довольно таки большой на этом же этаже только в другом крыле находится дом девочек туда и направляемся одна из комнаты девочек такая большая комната три четыре пять шесть семь ну это для девочек помоложе две из них только здесь находятся пять дней в неделю остальные проживают постоянно еще одна девичья комната здесь девочки которые учатся на GCC здесь 14-16 лет проживают комната отдыха вот тут кроме удобства девочек с одной стороны душевые в ряд с другой стороны туалеты посредине батарея для сушки полотенец комната для одного для самых взрослых даже диванцев еще один пример комнаты одноместной тоже кровать обычная сейчас нам покажут учебное помещение здесь дети оставляют свои вещи здесь можно пообщаться с духовником кому-то нужно интересная музыка вот вроде бы отдельная комната школы ощущение как будто пол церкви на первый этаж мы были в таком полуподвале так вот выглядит а это холл откуда началось наше путешествие сейчас мы идем на второй этаж здесь семья которая раньше жила в этом доме который дом и построила разбогатела на добыче местного гранита и весь дом построен из этого самого гранита который не знаю как сейчас считался лучшим то ли в мире то ли в Тополбритании мы поднялись на второй этаж и здесь второй дом где живут мальчики мальчики помладше это комната отдыха мальчиков здесь удобство в принципе все обычно стандартно все душевые здесь мальчики помладше много их здесь один два три четыре пять шесть семь ну наверное здесь весело еще одна комната мальчиков здесь живут одиннадцатый год это шестнадцать лет в принципе в этой школе одноместных и двухместных комнат вообще мало по крайней мере у девочек мы видели несколько мальчиков как вы видите в основном живут в больших комнатах зато как говорится посмотрите какой вид из окна не знаю камера покажет или нет но вид действительно красивый еще одно здесь мальчики поменьше здесь я прослушал какой возраст я прослушал какой возраст ну явно меньше чем в GCC ну тут тоже кроваток немало один одна вторая третья четвертая пятая шестая седьмая здесь все по семь ну очевидно что не все заняты эти две три мало всего лишь три либо четыре мальчика здесь живут школьный мишка я видел из окна вот не знаю покажет и камер или нет видно карьер в котором добывался тот знаменитый гранит в плане местности природа океан рядом никаких как говорится искушений для детей учись дыши воздухом наслаждайся жизнью джубили холл я так понимаю это что-то вроде бы актового зала это вот строение детей снимать нельзя и начинается перемена так что видео будет сейчас еще более прерывистым мы идем смотреть учебное помещение то есть в принципе в главном здании у нас административное помещение жилые дома всего так понимаю несколько классов а здесь смотрите здесь спорт драма и что-то еще и музыка внутри здание напоминает баню за счет этих вот углов дерево кругом пахнет так деревом действительно не хватает веников и пара здесь актовый зал он как бы одновременно и актовый зал и спортзал если нужно и здесь же проводятся экзамены здесь же проводят репетские собрания так все компактно здесь здесь музыка вот индивидуальные классы для репетиций здесь еще несколько музыкальные инструменты на которых играют дети еще один зал класс то есть помещение еще одна помещение помещение еще одна занимает школьную оркестру это уже учебная класса непосредственно маленький учебный класс нет какие-то кабинеты все классные разговоры а вот на улице похоже смотрите как у них расположены классы вот таких вот домов недельных здание главная школа сбоку выглядит так вот здание у нас тут дождь усиливается вот эти домики вот видите там языки французский немецкий испанский вот внутри классы вот так вот выглядит тут дети которых снимать нельзя к сожалению здесь гуманитарная дисциплина география история PSH так вон смотрите сколько этих домиков здесь там вот часть школы конечно не наилучшая погода для того чтобы гулять по школе к сожалению я уже много раз наблюдал что одна и та же школа в разные погоды производят разные впечатления вот в одну школу привезешь семью в отличную погоду они говорят все мы здесь остаемся привозишь другую семью примерно с похожими требованиями в эту же школу но только в дождь и школа совсем не работает ну тут уже как повезет вон там игровые площадки дети гуляют искусственный дизайн надо увидеть козье череп можно сделать красиво ну или по крайней мере не не противным не противным здесь фотография у нас есть ну и у нас есть в фирменном в крыше удивительно как эти домики кажутся извне такими небольшими внутри здесь довольно-таки много места Смотрите сколько здесь комнат, или они разные просто. Наша экскурсия продолжается. Судя по оборудованию мы направляемся в блок химии, или вообще естественных наук, химии и биологии. Сейчас узнаем. Это химия и биология. В классе химии уже ученики собрались, вот так вот класс биологии. То, что мы видели снаружи. Центр Сэкс Хо, где старшеклассники занимаются. У старшеклассников много свободного времени, а действительно свободного времени, которое они сами индивидуально должны обучаться. Центр Сэкс Хо, где происходит на втором этаже. Старшеклассники учатся у каждого в свой стол. Старшеклассников при учебного дня как минимум 2 или 3 урока отведены на самостоятельное изучение. В то время они здесь и самостоятельно учатся. Направляемся в сторону столовой. Какой здесь вид. Если я правильно понимаю, это вот эти комнаты сверху, там где комнаты мальчиков, откуда этот вид показывал. Но я могу ошибаться. В любом случае это задний двор школы. Отсюда открывается вот такой вот вид камеры. Вряд ли это передаст, но поверьте мне на слово здесь красиво. Еще бы погода здесь была другой. Возвращаемся обратно в школу. Коридор в столовую. Коридор славы. Сидят спортивные команды. Школьные. И попадают в столовую. Дети так понимают. Волица раздача. То есть из этого коридора ученики заходят, попадают сюда на раздачу. Тут они, получается, уюту. Здесь горячие. Здесь вот пошли десерты холодные. И вот там они еду, пищу принимают. Отсюда эти гранитные карьеры видно лучше. Судя по брузовикам наверху, добыча до сих пор продолжается. Что я могу сказать о школе? В плане оборудования все довольно таки компактно. Скажем так. Или попросту сказать скромненько. Но в плане результатов и в плане подхода школы они довольно таки интересный вариант. В чем заключается интерес в том, что они практически не проводят вступительное тестирование. То есть да, они тестируют математику, английский. Но при, скажем так, элементарном понимании обоих предметов они ребенка готовы принять. И при этом они предлагают очень много индивидуального внимания для того, чтобы ребенка потом довести до кондиции. У них ставка идет не на набор готовых детей и потом как бы продвижение их результатов и получение высоких результатов на выходе, а не дали подход каждому и каждому по возможности, скажем так. Соответственно, результаты у них не настолько стабильные, как у всех. И не настолько много детей получают супер высокие результаты. При этом в этом году один мальчик от них уходит в Оксфорд. Что само по себе говорит о многом. И ставку они делают на этот Value Added. Я пытался это объяснить в прошлом видео, в одном из своих видео. Речь идет о том, что считается коэффициент того, насколько в среднем дети поднимают свою оценку во время обучения в школе. То есть в среднем, например, 10 детей пришли с оценками 3, если по-нашему говорить. И к окончанию года 8 детей из этих 10 закончились с оценками 4. Соответственно, коэффициент считается как среднее количество детей. Ту оценку, насколько они подняли. Там как бы формула немножко такая запутанная. И выводится коэффициент этого добавочной стоимости. Если переводить на такой язык экономики. Соответственно, в этом плане школа как раз делает успехи большие. Принимает почти всех. И при этом почти всем помогает поднять свои знания. Это не значит, что все здесь заканчиваются оценками A-Star. Но, во всяком случае, абсолютное большинство детей, которые пришли с одними оценками, покидают школу с оценками выше, чем те, с которыми они пришли. Местность, несмотря на сегодняшний дождь, довольно-таки приятная. Рядом океан. До Лондона ехать примерно 3,5-4 часа на автомобиле. Наверное, немножко далековато. На поезде можно приехать быстрее, до 3 часов. Но тут уже нужно каждому делать индивидуальный выбор. Кто, что говорится, ищет. Ближе к городу, больше искушений. Дальше от города, чище природа, меньше искушений. И опять же, все зависит от первоначального уровня ребенка. Целей, которые ставит перед собой семья. И так далее, и тому подобное. Но, в принципе, по моему ощущению, эта школа заслуживает внимания. Так что, если кому понравится, обращайтесь. Мы с удовольствием поможем. Вот у них идем смотреть сейчас Академия Тенниса. Несмотря на то, что оборудование у них довольно-таки скудное по сравнению с другими школами, которые я посещал, в которых снимал видео. Но, тем не менее, даже исходя из этого, они довольно-таки успешны в некоторых видах спорта. Поэтому здесь комбинация свежего воздуха, хорошего обучения и физкультуры. Оптимально. Ну, если не оптимально, то, во всяком случае, очень хорош. Открытый корт. Будущий победитель Уимблдона. Впереди у нас преп-школа Столба. Ну, то есть младшее отделение школы Столба. Прошу прощения за тавтологию. Выглядит, конечно же, как исправительное учреждение для несовершеннолетних преступников, но оно только так выглядит, как нам сказали. Здесь обучаются дети до 11 лет. Это вот то здание, которое мы обходили сбоку. Которое я говорил, что вот там дальше еще чаще школы. Нам экскурсии по нему показывать не будут. Ну, в принципе, что мы там могли бы увидеть. Классные помещения. Все спортивное оборудование, спортивные все площадки используют те же самые. Я думаю, некоторые из классов также используются школой ПрЭП. Здесь просто вот такое вот красивое здание. Часы уже в каком-то произведении 20 лет показывают. 17 минут шестого. Дом также построен из знаменитого гранита местного. Забыл его название Тартфордский вроде бы. Могу путать, но это не столь важно. И вот она основная часть школы, по которой мы уже гуляли. У dropdown многих saving. Прор으ем, із Art. Прорһ phi. Треб 상iyet. ПрорезIE или накастваuchền.